Как вы оцениваете работу нынешнего правительства? Неудовлетворительно. Правительство работает само на себя. Как вы считаете, после выборов будет назначено новое правительство, как вы считаете, что в приоритете оно в первую очередь должно решить? Социальные проблемы. Какие именно социальные проблемы? С дороговизной. Надо поднять уровень жизни людей. И потом уже все остальное. Сначала надо думать о том, что это люди, которые живут здесь, а потом то, что там живут где-то за границей. В целом доволен правительством. Разве что есть, конечно, как и везде проблемы, которые надо решать. Финансовые проблемы, квартирные и так далее. Как вы считаете, будущее правительство, которое будет сформировано, что должно решить в первую очередь? Вопросы безопасности у нас всегда в приоритете. Кроме этого, социальные вопросы, экономические вопросы. Это то, что надо решать всегда. Спасибо. Плохо, очень плохо. Да, конечно. Недостатка очень много в работе правительства. Я бы сказала, чем быстрее Биби уйдет, тем лучше будет для всех. Да. Я думаю, что... Уже просто нет сил его терпеть. Сколько мы в стране, столько мы его терпим. Это просто уже невыносимо. Если сформируется новое правительство. Я считаю, что... Приоритет не проблема, но важно, наверное, в первую очередь решить. Сначала надо решать проблемы страны, а потом уже все время пугать нас Ираном, Ираком, Исламским государством и всеми остальными. Какие-то проблемы на системе нашей государства? Прократные проблемы. Какие-то нас окружали. В Витуахлеуми. Очень много вопросов. Очень много недоработок. Дело в том, что русскоязычное население вообще не знает ничего. И ничего не объясняют им толком. Очень сложно. Нет книг на русском языке, которые... Есть, просто пока допросишься чего-нибудь. Это очень трудно. В Витуахлеуми. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что партия НДИ должна быть в главе, когда все пойдет наладо. Нет, я так не считаю. Боже упаси. Это мое личное мнение. Это только его мнение. Не мое. Пожалуй, все. На тройку с плюсов. Это нынешнее правительство. Это нынешнее. Какие проблеми нас должны решить на первую очередь? В первую очередь решить уже в конце концов этот с палестинцами и все. Закрыть их там безвылазно. А какие-то экономические, социальные вопросы, которые нынешние... Ну что, мы такие уже несчастные. Каждый справляется со своими экономическими делами. Надо, как это, в Советском Союзе было. Раньше думая о Родине, а потом о себе. И оно действовало там. Здесь. И только ждут, чтобы дали. Как мы оцениваем? Ну, вы знаете, как... Хотелось бы, конечно, как всегда, любому человеку, хотелось бы получше. Но дело в том, что... Я отчасти поддерживаю политику Бибини Таньякова, отчасти нет. Хотелось бы, конечно, чтобы было более доступное образование именно для русскоязычного населения. Это что касательно моего мнения непосредственного. И просто пожелать мира на этой земле, потому что мы здесь все живем. В первую очередь, и я думаю, мое мнение поддержит, наверное, все население Израиля, это решить мировой вопрос. Чтобы мы не дрожали и не ждали каждые два года, чтобы нас опять начнут бомбить. Это самое главное. Ну, естественно, что касательно экономики, чтобы было больше продвижения для молодежи, то есть для карьерный рост, чтобы он был возможен, чтобы на это не смотрели, как на что-то сверхъестественное. Вот. И, ну, что касательно образования. Естественно, чтобы оно стало более-более немного доступным, мне в плане финансовой сферы, конечно. Продолжение следует...